Трансформатор напряжения Трансформатор напряжения Трансформатор напряжения 10 киловольт. Это нулевой вывод. По высокой стороне он обязательно заземляется. И у данного трансформатора имеется 2 вторичные обмотки. То есть схема соединения первичных выводов звезда с нулем. У него имеется 2 вторичные обмотки. Основная вторичная обмотка имеет номинальное напряжение 100 вольт. Вот ноль. Собрано тоже в звезду. То есть 4 вывода. Ноль. И вот А, В и С. Сюда подключаются счетчики электрической энергии, различные реле напряжения, обмотки ваттметров, преобразователи мощности, преобразователи напряжения, реле защиты, в данном случае минимального напряжения, пускового органа ВР и так далее. Тоже нулевой вывод вторичной обмотки обязательно заземляется. так, ну и вторая обмотка, она обозначается как АДХД. Это дополнительная обмотка для контроля изоляции. Схема ее соединения разомкнутый треугольник. В симметричном режиме трансформатора напряжения на ее выводах напряжение составляет примерно 2-3 вольта. Как только режим, симметричный режим работы трансформатора напряжения изменяется, то есть какая-нибудь фаза замыкает на землю, в изолированной нейтрали это допустимо, причем допускается это на время до двух часов найти данную неисправность, то симметричный режим работы трансформатора напряжения изменяется, а на этих выводах наводится напряжение порядка... Вот сюда подключается реле напряжения и отстраивается на напряжение срабатывания 30 вольт. То есть как только напряжение со стороны 10 кВ замыкается наземно, то реле срабатывает, реле КИЗА называется контроль-изоляция. Реле контроль-изоляция срабатывает и выдает сигнал диспетчеру или на пульт управления. Так, это заливная пробка, то есть сюда заливается масло в бак. Так, это болт заземления, а вот там дальше сливная пробка. также вот у нее с каждой стороны есть два уха, два крюка для его перемещения, подъема или перемещения. Данный трансформатор напряжения NTM-E10 мы буквально вчера сняли с эксплуатации, то есть он был вчера нами демонтирован по причине его погрешности, то есть его погрешность не соответствовала его классу точности. Вместо него мы установили однофазный трансформатор с новой, 0,6-10, о которых я расскажу еще в ближайших видео. все. Прямо струбированные счетчики пока используются старые. Это САЗУ-ИТ в основном, активные и реактивные. Вот, как установили на этой подстанции только один, видите, сколько много. Как я и говорил, помимо счетчиков на основную вторичную обмотку трансформатора напряжения подключается реле напряжения, в данном случае 1РВ1 и 1РВ2. Они контролируют напряжение во вторичной цепи и в случае пропадания напряжения собирают схему на пуск АВР, то есть на пуск автоматического ввода резерва. Также к трансформатору напряжения подключается киловольтметр для контроля уровня напряжения. Переключатель АС, ВС, АВ, А0, В0, С0. Переключатель АС, ВС, АВ, А0, В0, С0. Вот реле контроля изоляции, про которое я говорил, РН-5360Д. Сюда подключается дополнительная обмотка ADX-D. Контакты реле КИЗа через реле времени действуют, выдают сигнал на пульт управления диспетчеру. Вот пример трансформатора напряжения, то есть это НТМИ-10-66. В принципе, по конструкции аналогичен НТМИ-10, но у него меньше габаритные размеры. Практически, наверное, в два-три раза, наверное. Схема подключения аналогичная. То есть, вот три вывода высоковольтных. То есть, АВС. Это звезда 0 первичной обмотки. Так, это АВС, вторичная обмотка. Это 0 вторичной обмотки, нулевой вывод. И дополнительная обмотка для контроля изоляции. АДХ-Д. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА